Добрый день, дорогие друзья! Ориентиры – тема этого небольшого видеоразмышления. И слово «ориентиры» означает личности, предметы, состояния, как искусственные, так и естественные, с помощью которых один человек, семья, народ или все человечество могут двигаться духовно или физически к определенным целям. И я хотел бы привести такой пример для нашего размышления. Это огромный, многомиллионный город. И рано утром не все люди просыпаются. Некоторые уснули уже вечным сном. Некоторые только ложатся спать, придя с работы или с времяпровождения отдыха. И вставая, не все люди выходят на улицу. Многие остаются дома. Многие, идя на улицу, идут работать на земле, под землей. А некоторые поднимаются в воздушных судах, в воздух. И есть одинокие люди, есть семейные, есть больные, здоровые, есть безработные. И те, кто работает в один день на двух и даже трех работах. Есть богатые и бедные, есть молодые и старые. И у всех разные ориентиры. Казалось бы, общество заставляет людей задуматься об единых ориентирах. Ведь ориентиры, они могут вести к определенным ценностям и целям. И государству выгодно, чтобы цели у всех людей были едиными или близкими к единым. Но на самом деле так не получается. И у одних одни ориентиры, у других другие. И ориентиры могут быть очень важными и маловажными, или вообще пустыми. И есть ценностные ориентиры и личные, общественные ориентиры. Они также бывают и разнятся. И, конечно же, хорошо, когда человек во взрослом уже состоянии берет лист бумаги и ставит определенные ориентиры для своей жизни. То есть это цели, которыми он хочет идти в течение всей жизни. Желательно выбрать не слишком много, но и не один ориентир. Это должно быть пять. И если ставить на всю жизнь, то надо поставить и на десять лет, а также на пять лет, и даже на один год так называемые маркеры. То есть ориентиры, которые будут определять движение или отсутствие движения в верном направлении. Ориентиры. Поразмышляйте вы об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.